Всем привет! Вы смотрите Гаджеты и люди на TNT Music. Впереди вас ждут самые актуальные новости из мира высоких технологий. Смотрите сегодня в выпуске. Приложение, которое умеет оцифровывать снимки. Зарубежная версия дрона-вездехода. Фестиваль Game & Film Expo. А также перевоплощение в героя Dishonored 2. Друзья, напоминаю, что вы все еще можете выиграть путешествие на двоих на Сейшелы. Победители второго места получат два смартфона iPhone 7. А за третье мы даем наушники с микрофоном Monstro Diamonds. Чтобы получить эти призы, нужно лишь скачать приложение TNT Music, сделать селфи на тему «Почувствуй нашу музыку» и загрузить его через наше фирменное приложение. Не теряйте времени, принимайте участие и побеждайте! Google представил программу, которая умеет оцифровывать старые фотографии и реставрировать их. Как это происходит, смотрите далее. Photoscan. Именно так называется приложение, предназначенное для старых снимков. С его помощью можно оцифровать, а также вернуть фотографиям 100-летней давности былую роскошь и насыщенный цвет. Примечательно то, что программа достаточно умна и правильно определяет границы фото, исправляет заваленный горизонт, меняет ориентацию, если это необходимо, а также убирает цветовые блики. Это можно сделать как в режиме авто, либо самостоятельно. Сохранить полученный результат после реставрации можно в Google Photo, причем в высоком разрешении. А этот сервис еще и совершенно бесплатный. Приложение совсем скоро появится на платформах Android и iOS, а также на десктопах. Буквально на прошлой неделе я рассказывала вам о беспилотнике из Томска, который умеет преодолевать практически все препятствия. За рубежом, видимо, о наших разработках узнали и представили свой вариант робота-вездехода. Этот дрон, так же, как и наш отечественный, может и летать, и ездить. Его максимальная скорость 80 км в час в полете и лишь 8 на колесах. 97 км эта машина проезжает за один раз, не более. А максимальная грузоподъемность 4,5 кг. Но давайте оставим цифры. Главное, для чего он нужен. Разработчики считают, что такой робот может стать отличным курьером. На него уже даже положили глаз военные, которые хотели бы задействовать дрона в разведке. Так что будущее у него многогранно. Не знаю, как вам, а мне наш отечественный робот нравится гораздо больше. В Москве прошел международный фестиваль кино и сериалов Game&Film Expo 2016. Чем же он запомнился? Узнайте прямо сейчас. Game&Film Expo – это фестиваль, который объединил ценителей фильмов, сериалов, а также компьютерных игр. Здесь много стендов по разным играм и фильмам. Мы прикреплены к стенду Гарри Поттера. Там вот есть распределяющая шляпа у нас. Каждый, кто хочет, может подойти и его распределят на факультет. Джоффри из «Игры престолов» распределили сразу воскабан шляпой. Есть фотозона. В частности, волшебный чемодан Ньюта Скаламандера, из которого можно вылезти и сфотографироваться. Мы там тоже часто бываем. Мне кажется, здесь было все, и абсолютно каждый мог найти своего любимчика. Даже я встретила Лагерту и Флоки из моих любимых викингов, которые, ну, очень похожи на настоящих актеров. С каждым можно было сфотографироваться, если не страшно, конечно, и пообщаться по душам, если косплеер вам позволит. Расскажи про своего персонажа. Это «Пирамид Хэт» из вселенной «Сайлфил». Данная модель из фильма. Я смотрю, у тебя есть напарница. Да. Напарница вы кто? Она меня лечит. Это моя личная медсестра. А, и она не говорит, да? Ну, периодически, но я категорически против. Что ты с ней сделал? Почему она не разговаривает? А просто сделал из нее идеальную женщину. Она делает все, но не разговаривает. Здесь также были звезды. Больше всего, конечно, ждали Станислава Яневского. Он же Виктор Крам из фильма «Гарри Поттер» и «Кубок огня». Целый час он отвечал на вопросы, а после раздавал автографы. Вообще, посетителям повезло, потому что на один квадратный метр тут было столько косплееров, что любой бы позавидовал. Сделал селфи с одним, повернулся, а там стоит еще один не менее известный герой. Думаю, активный любитель точно не пожалел, что пришел сюда. Чего только на этом фестивале не было. Надеюсь, вы вместе с нами ощутили всю эту неповторимую атмосферу мероприятия. Помните, мы рассказывали вам о приключенческом экшене Dishonored 2? Так вот, косплеер Ирис согласилась перевоплотиться в одного из героев этой игры. Кого именно? Узнайте прямо сейчас. Всем привет, с вами Ирис, и сегодня мы снова поговорим о косплее. Совсем недавно вышла игра Dishonored 2. А поскольку наша рубрика обо всем, что связано с косплеем, то я решила посвятить ее костюму Эмили Колдун, главной героине игры. Мне очень симпатичен этот персонаж. Эмили очень красивая девушка знатных кровей, ей всего 25 лет. При этом она уже достаточно опытная, ловка и решительная. В прошлом, в возрасте 9 лет, Эмили пережила страшную трагедию. На ее глазах была жестоко убита ее мать. Девочка оказалась похищенной ассасинами и переданным братьям Пендлтон. Почти полгода юная венценосная особа провела в купальник «Золотая кошка», где изучала жизнь и быт местных куртизанок, пока ее не спас вырывшийся из-за точения корва. Но после предательства Адмирала Хевлока и исчезновения корва, Эмили была вывезена на остров Кингсберу, и дальнейшая ее судьба полностью зависела от игроков, то есть от вас. Итак, вернемся к внешнему виду Эмили. Для того, чтобы реализовать ее костюм, мне понадобилось несколько видов ткани – золотой и черный кожзам, подкладочная ткань фиолетового цвета и костюмная шерсть синего. Каждая ткань необходима от 1 до 2 метров. Естественно, с учетом ваших размеров. Также мне понадобился золотой акрил для росписи платка. Для мелкого декора, такого как пуговица и кольцо, я использовала материал «Бабл Стар». И не забывайте, что создание костюма отнимает много времени, а иногда и средств. На данный костюм я потратила 2 недели. А вам удачи в начинаниях! Надеюсь, Ирис и ее перевоплощение вам пришлось по душе. Ну а чтобы по полной оценить игру «Дисонер 2», я рекомендую вам не медлить и сыграть уже самим. А хотите прикоснуться к магическому миру игры? Тогда я представляю вашему вниманию коллекционное издание «Дисонер 2». Красивый набор включает в себя копию маски главного героя Корва на подставке. Хорошо проработанные элементы этой маски, разные материалы и вес придают ей реалистичность. Она чертовски хороша! Еще есть реплика персня Эмили из цинкового сплава в красивой коробочке с фиолетовым бархатом. Выглядит, ну, очень роскошно. Также в комплекте много полезных предметов и дополнительные атрибутики, с которыми прямо чувствуешь мистическую атмосферу «Дисонер 2». Это были все новости на сегодня. Ищите нас в сети, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм и скачивайте наше фирменное приложение ТНТ-Мьюзик. С вами была Алена, пока-пока!